всем доброе утро стараюсь сделать камеру так чтобы не выглядеть котлеткой сегодня очень солнечный день в анапе вот сейчас 20 градусов время 10 часов утра и мы не можем упустить такой день и не съездить как я вам уже анонсировала на большой утриш а точнее как-то так дима в навигаторе сейчас будет задавать маршрут и заодно мы посмотрим какая дорога да юрьевич да потому что когда мы были летом ты категорически отказывался в ту сторону ехать но на газели неудобно эти газели груженые полтора тонны и вами не способна по серпантину крутому кататься в отличие от джеки кофе она испытывает большую нагрузку вот а праймушка может ехать поэтому мы честно подвинули немножко работу сторону хотя ее очень много дадим вот и мы с вами сегодня куда съездим посмотрим сами покажем вам возможно кому-то также как и предыдущие влоги вызовут положительные эмоции очень приятно то что вы пишете в личку мне просто instagram завалили касаемо того что ребят блин спасибо как будто заново съездил в анапу особенно те кто давно например не был там места молодости погулял и так далее вот так что до встречи пока отключались здесь ничего интересного мы здесь уже 100 раз проехали мы выезжаем с места обитания и Продолжение следует... 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 недели три как нет вот как классно да вот деревья на милке ты такой влажный воздух с плелой листвой то соответственно работает всякие маленькие магазинчики приходит как я называю разорение с детьми просто наши например мелко да это бесполезно с ней все равно приходится что-то покупать здесь такие дети влаги и запах бетона в общем мы идем дальше как быть это интересный я все-таки думаю что это особенности засушливого климата плюс лет все-таки был не сильно дождливая да поэтому все пересохло вон наш дим димыч какой заправленный бутылка воды в кармане вот и бутылки воды в рюкзаке идем мы практически по озеру я представляю сколько здесь людей сезон мне кажется просто гибель смотрите ребята мне еще вопрос к местным жителям где-то это все будет скоро желтым и горы должны быть красивыми желтыми красными пока то мы застали такую поджухшую немножко зелень понятно лето было жаркое лето все таки было в этом году даже вот сейчас 24 градуса это блин мне жарковато я такой человек который средней температуры предпочитает вот они типа рис и покажи покажи что в этом прячется не показал ты все уже знатого что теперь воздуха не хватает да я такой вот это а друзья значит мы поднялись вот оттуда и очень хочу пожелать тем товарищем которые были рядом с нами возле кипарисов друзья ну давайте быть добрее мы живем один раз еще немножко и нас не будет и я хочу включать голову ничего вечного в нашей жизни даже горы они тоже зрушатся и будут вернувшись обратно с кипарисовым немножко подустались потерь потому что там тепло все это очень жарко и мы вот присели такую беседку отдохнуть пять минут и дальше идти и мы с татьяны от этого прохладного воздуха такого осеннего залипли на частот сидим и работе каждый я отвечаю на комментарии татьяна еще чё-то а мы смотрим уже час прошел осели на 5 минут с этим работаем кайф вот такие вот мы довольны нет на самом деле вот мы сейчас таком мире живем дадим что такие бешеные возможности под руками вот допустим мой папа до работая на лампу заводе наладчик он мог себе позволить сесть и работать вот так вот с беседу раз в год раз в год когда партии давала билеты на отдых можно нет отдохнуть а мы работаем с тобой сидим немножко более творческий процесс мы художники стал также вот хочу в параллельную на горе пока по горячей почвы в раппичке пишут что мы также хотим пока вы все бросить и переехать как минимум южнее приехать или как мы месяц пожить месяц обратно на родину по всякому ребят если вы хотите мы можем вам помочь это реализовать мы знаем как это получилось мы прошли этот путь за вас и мы знаем как теперь это сделать где подводные камни лежат здесь подобных вам никак к этому прийти если кто хочет к нам велкам вот она год-два придется поработать ребят тут не будет такого как ванька на печи тут надо работать вообще халявы нигде нет мы сейчас работа сильную работу вы получите хороший приз виде вот возможности работы там где ты хочешь вот смотрите мое рабочее место тапки телефон бутылочка с водой горе услышал не услышал ты сам будешь себе диктовать условия работы где я хочу это работа они директор под тобой директор ты сам себе сам себе но кстати это одно из сложных очень многие боятся потому что нужно принимать ответственность и работать а чтобы к этому пойти в основном чем выходить из зоны комфорта вы потом будете кайфовать от того чтобы каждый раз постигать что-то новое неизвестное как путешественник он же не знает куда залезет и как за жизнь а что дальше с ним будет вот и в этом и есть азарт жизни не сидеть к вальных в четырех в будке вот этой в человейниках жить человек это не жизнь вот она жизнь природа она для нас людей сделано вообще весь мир нас нас власть засунула засунула в человейники живите сидите и не вылазите не пердите а в реальности чтобы себя реализовать как духовно физически нужно постигать след после себя изучать да изучать природу и жизнь это кайф что-то меня распёрла бывает зиму не задано попкорн брать не надо печеньки тоже салфеточку можно что-то меня это я редко такие слова говорят но что-то меня вот нет а знаешь почему мы с тобой ехали помнишь и говорили вот там сейчас 37 лет 50 60 лет максимум еще 60 лет еще 60 раз посадить картошку хорошо я хочу через шесть лет ладно еще шесть лет как минимум хочу прожить до 100 лет я минимум хочу прожить но с продуктом сибириан вполне это возможно но за равно мы не вечно мы у конечно и жизнь прожигать дома у нас нет у нас одна у нас время очень дорогое для нас у каждой секунды каждой минуты для нас время очень дорого стоит и мы вот руками хватаемся за нее чтобы достичь большего узнать большего увидеть большего вот мы как губка впитываем все в себя чтобы хотя бы на пенсии вспомнить и внукам рассказать а ну а там а там а сям и также их зарядить той же энергии примером примером потому что самом деле в нашем возрасте кому уже под 40 прям люди на себе реально крест ставят говорят что мне поздно я ничего не смогу какой поздно жизнь только начинается вы посмотрите европейцы в пенсионном возрасте японцы европейцы они все путешествует одни дома никто не сидит ну не есть кто сидит но большинство они кто с головой по миру да нации я так же хочу просто мне за россию обидно почему так этого нет мы великой нации мы самые лучшие в мире если обращаться к истории даже по истории мы всех на нас все войны останавливались даже пришла муха нас послушать шмель полосатый мы великой нации и мы у себя загнали в рамки в ограничение нам легче стать слабым чем бороться стать сильным я про власть этого сейчас про политику не говорю тут на политике я просто саму прав саму человеческую жизнь я смотрю окружающих все злые ходят даже вот честно сидим наблюдаем как люди огрызаются друг на друга на детей на там спутников своих да что у нас это влог у нас ребят пошел немножко дну не у нас нет но вчера влог вышел сегодня он энергичный я там на карте карте татьяну покатал да но и зону комфорт татьяну вывели когда она залезла на колесо обозрения сегодня наверное у нас влог философский место место такое место такое вырубай мы тут будем щуриться опять размером с картошку это кстати особенности экшен камеры мете виду дима на расширяется объектив широкоугольный вот широкоугольный объектив это комментарии там молодой человек который написал котлетка она обычно а я котлеты по киевски вот мы семейство котлеток мы теперь из неугомонных просинок в котлетки переименуемся ребят в принципе мистичка интересная ну да резюмирую ну да верно будет весной но тут опять же местных зрителей местных жителей надо спрашивать как тут весной желательно конечно когда вот эти киповички они под водой то что до суши немножко не то зато мы очень плодотворно в беседке посидели поработали вот честно если мне надо было ехать дальше на сегодня просто еще очень такая большая значивая встреча для нас 6 часов мы пойдем гуру да с нашими солнцеями две такие уже возрастных на самом деле это вышестоящие наставники они обе живут здесь в анафизе мой вот и соответственно встретиться просто пообщаться набраться энергии мысли сразу скажу ребят кому-то это далеко но когда ты уже вырастаешь до эмоционально морально уже требуется других энергии уже требуется другого общения такие моменты тоже имеет место быть нашей жизни так в общем резюмирую по озеру ну с маленьким ребенком здесь осуществлять нечего дадим при условии вода в таком низком кроме того чем вот как сейчас потому что какой-то красоты ребенку ты здесь не покажешь кипарис его вряд ли вдохновят а вот на лодочке поплавать да вот на лодочке бы дурная голова ногам покоя говорили домой но нет у нас опять нога тянет куда-то на приключение масти почему бы нам не пройти через африканскую деревню есть такая возможность по другому пути да по первой дороге муж уже прошли прошли все видели парк храброе сердце веревочный город африканская деревня где деревне то в день спать его не вот туда пойдем пошли сейчас как раз и догуляемся до пяти часов приедем быстрее к соберемся уедем всего ради контенту куда идти короче мы идем уже по дороге не вымощенный желтым кирпичом просто погравить и сейчас дойдем скажем куда дошли африканскую деревню мы нашли сезон уже закрыт нам быстренько за денежку провели экскурсию разрешили погулять вот эти вот сумочки и тапочки из волокна пальмы а это одежда современного конга перу конга конга и перу то что помнилась два раза то есть то во что одеваются люди сюда привозят каждый год из африки актеров до настоящих это по кастингу набирают самых аристократичных харизматичных да это шалаш шамана воду здесь сезон сидит дядечка и колдует ритуальные тотемы полировали все в общем сезон уже да ребят кто уже был на вот таком вот просто запах такой что меня с ног сбил кто был уже на таком мероприятии идет на у них три часа по моему до с 8 вечер там получается до 11 даже скелет а вот здесь в сезон встречают шаманы костры и бубны в общем ребят кто здесь был стоит ли вообще сюда летом приезжать не посещать и рассказал да рассказал девочка интересно показал на превьюшный клип ну как рекламу да мы соответственно сейчас просто пройдемся просто посмотрим что здесь есть юрьевич не желаете голову волка на себя на пяльце иди одевайся я не это там мужской все там все мужской там все мужской не так вот африканская деревня это вот бунгало называется музыкальный инструмент там там музыкальный инструмент так сатри камерун и конга они разные формы ритуальные маски может такие фактурные маска шамана музыкальный инструмент конга смотри как выглядит маска ритуальная берег женщина берег мужчины но ритуал нет имеется ввиду когда вот обряды да фреска красное дерево камеру не знаю потрогай пальчиком стучи забыли спросить они на зиму это все разбирает убирают или оставляют а потом просто летом поправляют перед сезоном да лавочка а так мы можем забраться туда куда не надо да в общем ждем комментов от вас стоит вообще сюда летом до возвращаться юрьевич но я научу в этом весь дима вот она вся деревня и вот домик в котором мы сейчас фотографируются куда-то дима опять понесло смотрите здесь курочки куча вот таких вырезанных из дерева все это было ну не бамбуком конечно вряд ли но тем не менее да так и стилизован очень интересно сделано понятно что здесь сезон шумгам тарарам очень много людей сейчас уже тишина спокойствие но со слов владельца еще не закрыли сезон до конца но сезон закрыли по выступлениям а просто вот а по экскурсиям по людям люди сюда еще приходят посещает интересненько так все в тени деревьев кстати мы только что узнали что озеро это не норма такой засушливая вот такая аномалия в этом году а так по факту всегда она очень полноводная смотрите тотемы а дмитриевич туда он пошел кофе пить вот такая африканская деревня в общем ждем от вас комментариев кто уже был как она вам смотрите вот здесь происходит само представление летом сказали что здесь аж 350 человек умещается но похоже там мест очень много здесь все это происходит наверное доп еще до места может быть ставят красивые барабаны шкурли опертывая надеюсь видно здесь скорее всего место еще для фотографий разрешили залезть пойду я по барабанчику стукну мы все едем едем домой и никак мы не приедем постоянно нас останавливают красоты местные и мы не можем просто так мимо проехать его мимо вот таких горизонтов посмотрите этого вообще очень непично так захватывающее ну подойди тебя не слышит горы ложбина море на игру по волжье к сожалению не славится вот таким пейзажем но у по волжье есть свои красоты леса у каждого региона есть свои красоты это просто для нас наверное это необычный дико для местного населения это в порядке вещей а когда живешь рядом не замечаешь и не ценишь мы доедем сегодня домой а вот это начало кавказских гор это не знаю монумент как обозначает вот с той стороны уже начинается вот кавказские гор это вот с этой стороны потом она по там даже можно и в горизонте витязь увидеть при помощи оптики не смотря что хочу отметить несмотря на то что мы стоим на трассе дорогу шум машин запах такой насыщенный перемешка вот этого зелени какой-то легкой пожухлой листы кстати смотрите все зеленые еще я как понимаю нас ждет скоро красота все будет желтая нас каждом место местный человек мы заезжали в озеро сука там есть африканская деревну мы вам показали и знающий до познакомились с хозяином этого заведения можно сказать и он сказал что последние годы вонапе идет аномальная жара и уже нет такого чтобы было прям минус 10 минус 20 ну да он говорит приходит норд-досты но последние два года этого нету в основном 0 минус 5 это уже самый-самая холодная часть прошлого году даже было не было особо длинных и продолжительных дождей было засухо если посмотрим что в этом году будет вечер добрый как мы вам уже сказали что мы собираемся на встречу в ресторан дмитрий юрьевич смотрите как он красивый бывает димочка очень смешно повернись дим да только мне дверь-то открой он как еще на воле кормит еще дверь открою я без тебя не выйду вот так и живем можно на самокатик ребята мы на вечерней набережной ждем наших дам дима там получается тоже вот где огни горят это тоже она по да вот она а мы ездили в какую часть города сегодня выезжали туда вообще туда давно в другую сторону ездили туда-то ну тут не видимо там надо быть яхточки примут классно вот на каком я вчера плакал на этом на красненьком я плакал а вот это вот вот это вот я там вот я плакала вот так вот там я плакала вообще все безумно красиво тепло а только гулять 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 прямо одно удовольствие дайте мне ложку я буду есть от воздуха это я выберу море почему держу камеру очень хочу чтобы вы вместе с нами понаслаждались придумать надо нам что-то придумать кстати друзья после нашего влога поездки в магазин сибириан волос и наших покупок очень-очень многие написали мы исправим ситуацию мы прикрепим сегодня ссылку и в общем когда вам нужно что-то да по сибириан покупку оформить прочее пишите я вам все помогу потому что есть еще дополнительные скидки про которые вы не знаете ухо друзья пишет что ли хоть пишет чё скажешь юридич дорогие друзья я единственное хочу вам пожелать общайтесь пожалуйста с высокими и интеллектуальными людьми кто очень богат духовно который мыслит философски на жизни нестандартность стереоскопически можно сказать и только с этими людьми вы сможете вырасти и шагать по ступенькам вверх жизненным успехом наверное это наверное очень сумбурно сказал непонятно но одним словом общайтесь с интересными людьми тем самым вы расширите свою свой кругозор жизни и дальше татьяна напомнит то что делать будут маневр на самом деле дим ты сказал не сумбурно потому что порой когда говоришь со стороны себя даком пытаешься слышать а ты не слышишь ты производишь и думаешь господи что я сказала ты говорила мне слезы на глаза накатываются потому что на самом деле ребят жизнь я уже говорила вам про это предыдущих наших сериях влога жизнь такая что мы же появились не просто так на этом свете и познать себя для чего мы от великого стоит честно просто мы сегодня вам уже говорили да что мы были на встрече с важными для нас людьми причем дима встречался с алпа он вообще первый раз он видел ее только номинально он знал что есть такой человек и вот они три часа проговорили а я просто сидела вот и впитывала как губкой вот это сейчас все наполнено и такими эмоциями перед переполняет что даже знаешь делиться с какой-то степени жалко ими вот как вот что-то ценное хочется сохранить в душе но друзья делиться с людьми нужно всегда делиться хорошим вот заметьте да вот даже мы допустим мы делимся с вами той информации по икеи который мы обладаем ведь очень многие держат это в себе не рассказывать не делятся опытом а вот этот опыт он ваш опыт наш опыт синергизм от этого опыта помогает всем согласись он помогает делать жизнь полезной так и в любом другом деле нужно делиться с людьми тогда будет результат тогда мы друг друга наполняем но делиться нужно сумму делиться нужно хорошим но есть такая притча да кто чем богат тот же его делится да кто-то вот дерьмовцом а кто-то яблоками кстати кто знает эту притчу напишите пожалуйста комментарий кто не знает если будут так что вы не знаете я и в следующем влоге обязательно расскажу но только после того как выйдет эта серия вот на такую мы ноте заканчиваем сегодняшний день день 4 ванаке я наверно сделаю отдельный небольшой 10 минутный отрезок ролика немножко хочу поподробнее осветить эту тему по поводу познания себя и кто в этой жизни и зачем вообще нужны эти кому интересно но среди 57 тысяч я думаю точно найдут те кому это интересно также как и тебе после общения с великим человеком я опять же вроде избавился от некоторых тараканов но сейчас еще пару десятков от меня убежала как дихлофосом выморили и мне есть теперь еще что-то новое вам рассказать быть классно вот ну что друзья все воскресенье подходит концу время 9 вечера 10 мы развезли наших дам нужно уважать годы но на самом деле две комсомолки и красотки дадим то есть дай бог всем дал дедом энергии как восемнадцать летний человек энергии очень завтра мы едем в икея краснодар вы ездите с нами а мы с вами так чтобы сейчас прощаемся ну и день 4 завершён есть только что-то еще такое вот произойдет но я думаю все на сегодня эмоции хватит они реально переполняет и нужно их сейчас устаканить и уложить в голове все мы вас любим ваши неугомонные просим